В Славянском районе встречи жителей с представителями власти проходят практически в ежедневном режиме. Глава района регулярно выезжает даже в самые отдаленные и малочисленные населенные пункты, чтобы лично узнать, какие проблемы волнуют местных жителей, какая помощь нужна в решении наболевших вопросов. Один из последних сходов граждан прошел в хуторе Солодковском Забойского сельского поселения. Общаясь с хуторянами, глава района рассказал о предстоящем капремонте дороги к хутору. Этой осенью на большей её части будет сделан новый асфальт. На оставшемся участке – ямочный ремонт. Глава поселения заверил собравшихся, что данный вопрос держится на постоянном контроле. 6 миллионов 250, значит, это по программе краевой мы закроем. После того, как закончит подрядчик, значит, подрядчик будет не этот, который другой, значит, в конце октября, значит, торги уже пройдут, значит, на миллион 300. Это ямочный ремонт, где ямки, где много ямок будет, это до Солодков. На следующий год Забойское поселение планирует вступить в краевую программу, привлечь дополнительное финансирование и полностью капитально отремонтировать дорогу. Также глава района доложил о решении давней проблемы по водоснабжению хутора. На водонапорной башне Солодковского установлена новая система водоочистки. Жители подтвердили, что качество питьевой воды значительно улучшилось. За воду спасибо. За воду? Да. Хорошая вода? Хорошая вода. Хуторяне подняли ещё один проблемный вопрос – о необходимости принять на работу врача в Забойскую амбулаторию. Своего доктора в посёлке нет. Приём ведёт по графику терапевт из другого медучреждения, что не очень удобно для жителей. Роман Синеговский рассказал хуторянам, что квартира для врача в Забойском есть. Теперь необходимо найти специалиста, который смог бы здесь работать. Этот вопрос будет постоянно держаться на контроле как главы поселения, так и главы района. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова В единый день голосования в нашем районе прошли выборы депутатов городского и 14 сельских поселений, а также выборы глав Кировского, Прибрежного и Черноярковского сельских поселений. Выборы были признаны состоявшимися, и сейчас в поселениях района проводятся торжественные сессии советов, на которых вновь избранным депутатам вручаются удостоверения народных избранников. Первая сессия городского совета четвёртого созыва для вновь избранных депутатов началась не с торжественного заседания, а с экскурсии по важным социальным объектам Славенска-на-Кубани. Депутатский корпус вместе с главой города Александром Берсенёвым и депутатом ЗСК Виктором Чернявским посетили новую школу, впервые открывшую свои двери для учеников в День знаний. Также побывали в неврологическом отделении Славенской ЦРБ, где к концу года планируется установить новый современный томограф. Ещё одну остановку депутаты сделали в Северном парке. Там проводится полномасштабная реконструкция этого места отдыха. Зарядившись положительными впечатлениями, увидев, как работают муниципальные, региональные и федеральные программы, наметив собственные планы по развитию города, вновь избранные депутаты отправились на первое заседание сессии совета. Открыл сессию председатель Славенской территориальной избирательной комиссии Анатолий Чумаков, огласив итоги избирательной кампании. Территориальная избирательная комиссия Славенска приняла решение за номером 198, дрон 17, 45, 9 сентября 2019 года. Первое. Признать выборы депутатов Совета Славенска городков поселения Славенска района 4 состоявшимися и действительными. Второе. Считать избранные депутаты Совета Славенска городков поселения Славенска района 4 состоявших депутатов по 28 отругам. Всего в Новый городской совет избрано 35 депутатов. Большая часть из них продолжит работу в новом созыве. В единый день голосования жители Славенска на Кубани вновь оказали им доверие, отдав на выборах свои голоса. В торжественной обстановке народным избранникам вручили удостоверение. Великобритания Татьяна Яковлевна. После торжественного вручения удостоверения депутаты приступили к выполнению своих прямых обязанностей. В ходе сессии они утвердили структуру Совета, перечень постоянных депутатских комиссий, избрали председателя. Путем открытого голосования председателем Совета был единогласно выбран Андрей Ракуленко. Я думаю, что совместными усилиями мы будем работать на благо жителей нашего города. Нам предстоит принимать местные законы, законодательные акты, различные нормотворческие документы, документы, которые позволят жить и развиваться нашему городу. Обязвуюсь добросовестно исполнять свои обязанности на благо жителей нашего славного города. Спасибо всем за оказанное доверие. Присутствующий на расширенной сессии глава района Роман Синеговский, депутат ЗСК Виктор Чернявский и глава города Александр Берсенёв пожелали народным избранникам успехов в решении непростых проблем. Ведь несмотря на все трудности, с которыми приходится сталкиваться в процессе работы, ветви власти, края, района и города всегда старались находить компромисс. И на протяжении многих лет работать во взаимопонимании и тесном сотрудничестве. Во-первых, хочу всех поблагодарить за то, что пришли на выборы. Была хорошая явка, это очень важно. Мы выбрали наш очередной депутатский корпус, 35 человек депутатов. Спасибо за поддержку, потому что я считаю, что победили действительно достойные. Ваша работа действительно очень важная. Вы принимаете решения, вы участвуете в работе, в жизни города. И от тех решений, которые вы будете принимать, зависит на благосостояние наших жителей, зависит развитие нашего города. Я вас всех поздравляю, желаю вам успехов, мира, добра, благополучия. Главное, не деструктивная, а конструктивная работа на благо жителей Славянского рынка. Я искренне рад, потому что по полной соотновился состав Совета. Мы сегодня его продуктивно провели нашу встречу, которая прошла, спасибо, Раба, при вашей поддержке. Александр Борисович, при вашей поддержке Совет сразу взялся так активно за работу. Мы посетили несколько социальных объектов, мы бывали в школе, мы бывали в больнице. Там сосудистое объединение создается в рамках целой программы, мы бывали на парке. С тем, кто вы еще раз показать, вот они работают, краевые программы, федеральные программы, партийные проекты. И что сегодня город, вот в формате вот этой созидательной работы. По ходу приняли несколько решений на месте. Каждый, вот по маленькой дотке внести в общую копию. И тогда через 5 лет в городе вы скажете, и эти 5 лет работа на благо нашего любимого Славянского рынка. Мы поздравляем счастье, здоровье вместе, мы многое сделаем. Выслушав напутственные слова, депутаты в свою очередь пообещали оправдать доверие славянцев, проголосовавших за них на выборах, и сделать все зависящее для повышения уровня жизни и благосостояния жителей. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Спасибо.